Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях Александр Бережной и Илья Колесниченко, инициатор и куратор и участник ресторанного дня во Владивостоке, который прошел недавно на острове Русском и в нескольких точках города Владивостока. Спасибо большое, что пришли. Рассказывайте. Для тех людей, кто не в курсе, кто не знает, что такое ресторанный день, зачем он необходим, для чего его проводят, для рекламы ресторанов, кухонь или для поляризации кулинарного дела, кулинарного искусства. Да, на самом деле ресторанный день – это не какое-то мероприятие единичное, а настоящее движение. На самом деле мы по своей ресторанного дня и создатели этой штуки позиционируем. Это как праздник, как Рождество или День Благодарения, что-то вот такое. Когда все люди, ну нет какой-то центральной организующей силы, а вот все знают, что в этот день что-то такое будет, и все начинают готовиться, и знают, что он состоится без члебовой помощи в принципе. То есть это как праздник такой. При этом ресторанный день, то есть такое название, и многие смущаются, например, ну я там как куратор ресторанного в Аудиостоке, помогая его продвигать как-то. И, ну, приходят… Чего-то? Вот, например, рисовая пресс-релиза, и все думают, что это как-то связано с ресторанами, которые коммерческие. А на самом деле, ну, в концепте ресторанный день как раз такие запрещены вот коммерческие рестораны, которые постоянно функционируют, политические какие-то или религиозные штуки типа там, не знаю, шаурма за Пушкарева, таких штуки не прокатит, короче. Вот были, например, в этот ресторанный день три ресторана обычных… Но если русская праздновная церковь привезет вам куличики? Нет, вообще никак, никак нельзя. И эти индусы и прочие, короче, чуваки тоже не в теме. Они сразу пролетают. Ну, а если индусы будут презентовать индийскую кухню просто… Тогда можно, но если им там надо добавлять что-то такое про индуизм, не знаю, про свои какие-то верования, то уже они вне концепта, и мы их сооружим. Сколько раз проходил ресторанный день, и с каким успехом? На мой взгляд, запихать его на остров русский кампус был не самым лучшим решением. Ну, смотри, на самом деле он не на русском проходил, он проходил в радиостоке. Просто на русском была площадка большая, такая точка, ну, то есть площадка, на которой несколько точек было, и весь народ там с города туда повалил. При этом были в городе еще несколько точек, и даже на второй речке, собственно, к чему я стремлюсь, и поддвигая людей, чтобы… Ну, и на Некрасовской тоже были, чтобы они расширялись по всему городу, потому что… Ну, то есть это праздник, на самом деле, а не какой-то там маркет, который в одном месте проводится. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы… Ну, и при этом не только в центре они концентрируются, или на русском, как мы сделали. А может, наоборот, пойти другим путем, наоборот, сделать это концентрированно где-то в центре, как это было вот на музее Жесенева, да, там и было. Вот, чтобы люди понимали, знали, что вот в этом месте, там, в субботу, в воскресенье будет проходить нечто, и ехали туда целенаправленно. Ну, так и получается, с крупными площадками, вон, как у музея Жесенева было, или на кампусе. Но при этом смысл ресторанов дня как раз таки, чтобы не в одно место все ехали, а в один… В один день в разное место. Да, но он проводится каждые три месяца, то есть четыре раза в год. И да, и не знали, что в этот день они могут пойти и пообщаться с людьми, попробовать какую-то новую кухню. То есть, например, вот на Чуркине не было ни одной точки, а хотелось бы, чтобы там появилось. Например, я в 90-е, и все мои ровесники выросли в 90-е. Не хватало ресторанного дня, да? Да, и при этом сейчас не хватает. То есть, ну, репутация у Чуркина до сих пор как-то разница с тем, что в центре. И если станут появляться вот такие штуки, типа ресторанного дня на Чуркине, на Небото, будет очень круто, люди будут выходить, общаться и при этом проводить какую-то новую кухню. Потому что, ну, например, кафе, рестораны, все они подходят под какое-то описание, типа, дорого и скучно. А на день ты приходишь и видишь какие-то рукодельные штуки, какие-то вообще… Ну, они тоже подчас не самые дешевые. Ну, это как у кого получается, там ингредиенты же тоже денег стоят. И ребята, ну, вот некоторые просто кормят людей там или по свободной цене, если тебя куда-то бесплатно раздают, а кто-то пробует какой-то свой концепт, чтобы в будущем кафе открыть, например, вот как я сделал. А вот дай мне вопрос. Зачем вот участие в ресторанном дне? Это очень помогает потом в будущем. Ну, очень интересно, ты делаешь что-то, ну, своеобразное тестирование на людях. То есть, если им нравится, ты понимаешь, да, клево ты что-то сделал, тебе это понравилось, ну, и значит, ты можешь открывать потом кафе, в принципе. Ну, это как тестирование такое. Ну, как на кроликах, да? Ну, почему? Людям, если нравится, ну, зачастую людям нравится. А зачем вот, ну, участие это что, проба себя, да, по сути, ну, тоже? Ну, мне просто было интересно, ну, нам, мы с женой выступали вдвоем, и мы посмотрели какие-то рецепты, то есть, постарались придумать что-то новое. Вот мы, например, я дня три смотрел ролик на ютюбе, как делают тайские блины. Там один тайц сделал тайские блины, и я вот так вот стоял и пытался сделать, как он, три дня. Ну, на четвертом у меня получилось, и я такой, эй, и мы пошли, ну, и попробовали у нас. Стояла огромная очередь, как бы, было клево, ощущения были клевые, что люди такие, у вас так необычно, вкусно, как бы, хвалят, и денег оставляет больше, чем он, там, сто рублей даже, даже, по триста оставлял. То есть, очень интересно. Но вот это способствует, да, развитию собственного бизнеса потом? Ну, потом у тебя появляется уверенность в себе, что, ну, да, можно что-нибудь придумать клево и попробовать. Что у вас получилось после ресторанного дня? У нас получилось кафе, где мы продаем пиццу. Семейное кафе, ну, пиццерия, как бы. Но мы сделали, опять же, необычную пиццу, сделали на черном тесте. На День Святого Валентина мы добавили свеклы в тесто, у нас получилось розовое. Ну, и ингредиенты тоже такие необычные, там, каперсы, анчелосы, творожный сыр или сладкая пицца, опять же, из Таиланда, как тайский блин мы делали со сгущёнкой, с бананом, также у нас пицца есть такая же, ну, и ещё сыр. Ну, то есть, мы пробуем что-нибудь необычное делать, ну, и удивлять людей стараемся своей пиццей. В последующем участие в ресторанном дня будете принимать? Или всё-таки уже есть кафе? Да нет, мне кажется, это интересно. Ну, не знаю, противоречит ли это законам ресторанного дня, но мне было бы интересно. Но на этот ресторанный день меня позвали как прочитать мастер-класс какой-то. Там была лекционная часть устроена организаторами этой площадки на кампусе, чтобы, ну, например, они видели это, как помочь ребятам, которые тестируют, и развить это в бизнес со нуля и там до масштабирования захвата азиатского рынка. То есть, каждая лекция была посвящена отдельному сегменту какому-то интересному. Есть у нас ребята, которые представляли, ну, эксклюзивные, не повторяющиеся, ну, тайские, блин, а вот нечто своё, придуманное, разработанное, собственно. Попал делать стойки. Да. Вообще есть или всё-таки это такая копирка, пока идёт калька? Ну, ребята пробуют какие-то рецепты и смотрят, что получится. На самом деле, ресторанный день просто три раза всего был проведён. Мне кажется, ну, к этому придём ещё. Я, например, сам пытался какую-то кармель по собственному рецепту сделать, но я тоже там за три дня до ресторанного дня смотрел рецепт, и в итоге, ну, ничего не получилось, я не стал этого делать. Но мне кажется, вот на следующий ресторанный день я что-нибудь попробую уже сделать, и ребята тоже какие-нибудь появятся, которые будут. Ну, я вижу, что появляется какая-то кухня именно Владивостовская. То есть у нас тут есть, ну, море, грубо говоря, но при этом очень мало какой-то кухни уникальной именно для нашей местности. Вот в Питере после Хельсинки там наибольшее количество точек на ресторанном дне проходит. Всегда больше 150. И, ну, в стране вообще такого количества нет больше. И мне кажется, у них какая-то своя такая кулинарная культура появилась в Питере. И было бы здорово, если бы у нас такое что-то получилось. А вот по кулинарную культуру? Вот вопрос. Несколько вопросов в интернете. Он большой. Ну, зачитаю его весь, чтобы понять. Как вы считаете, в Владивостоке есть культура еды? Отношение французов к еде как культу и способность превращать, казалось бы, привычные продукты в изыске кулинарии подарили миру множество вкуснейших блюд. А французские повара также вели его модно кулинарные книги и изобрели кучу кухонной утвари. В первую очередь культ еды отражается на качестве их блюд. Это отношение к закупке, самое лучшее, самое свежее. Что же в России происходит и в Владивостоке в частности? Есть культура еды, ресторанная культура, культура потребления пищи? Я понял. Во-первых, я буду говорить не как эксперт, а как частное лицо. Дело в том, что во Франции и Париже есть какая-то прослойка людей, у которых действительно есть культура еды. Рыбу, как в Японии. Дети сорта рыбы отличают по вкусу. У нас такого просто представить невозможно. Такое количество людей, оно небольшое, но они как раз и формируют эту культуру. И в Владивостоке, мне кажется, там есть десяток или чуть больше людей, которые действительно понимают, что нужно делать. Они понимают, а что они формируют-то в итоге-то. Но в итоге я это не вижу. У нас единственный ресторан в городе — это Порт Кафе, который так или иначе позиционирует себя как дальневосточная кухня, как региональная. И появились недавно. Появились недавно, но ничего же нет. У нас китайская, японская, итальянская, французская, немецкая. А вот наши дальневосточные нет. Это почему? Мне кажется, такие идеи какие-то грандиозные как раз появляются в каком-то коллайдере. Даже пиццу начали делать. Да. Когда люди начинают вместе встречаться, общаться, какой-то синтез получается, что-то такое формируется. И мне кажется, какой-то кулинарный, не знаю, саммит еды в Владивостоке, если провести, то на третий раз уже действительно появится какая-то местная кухня уникальная. В общем, проводится же форум рестораторов-отельеров, который раз больше десяти. А вот как-то наши дальневосточные кухни… Да, мне кажется, надо больше не один какой-то фестиваль. Тоже не Дальний Восток в Москве, да, или сейчас там Русский остров-ресторан. Там можно поесть наших морепродуктов свежее, чем здесь, в Владивостоке. Вот в этом ли проблема вообще? И есть ли культура еды в Владивостоке? И почему нет у нас нашей… Мне кажется, формировать должны как раз такие люди, которые принимали участие в ресторанном дне или еще ходили куда-то. Ну, начинать, мне кажется, позволительно с того, что копировать что-то. Даже великие художники, они копировали какие-то работы, на этом учишься. Ты понимаешь, что ты в этом силен, и потом тогда уже приходит идея какая-то сделать что-нибудь. У меня есть ощущение, что вот такая… Вот итальянская кухня готовить – это вот да, это вот камильфо. А вот что-то приготовить там, не знаю, скоблянку из кукумарей – это как бы, извините уже, но это… Да, на самом деле, нет. Я вот забыл имя автора. Он был экспертом еще в Советском Союзе по русской кухне, по водке и по прочему. Очень круто, просто таких людей очень мало. И, ну, опять же, просто большинство людей все равно входит в какие-то сетевые вещи, не знаю, ну, и вообще по барабану, что там происходит. А есть, ну, небольшое количество людей, которые хотят правильно питаться, органическую пищу какую-то потреблять, не знаю, что-то вкусное и интересное своим детям себе покупать. И вот, ну, как бы, они вместе собираются, что-то происходит, и что-то рождается вот из этого общения. На ресторанах, помимо лекций, вот, о том, как бизнес организовать, были ли лекции, вот, именно направленные на вот культуру еды, вот, какие-то учить, не знаю, там, какие-то мастер-классы? На площадке, вот, на русском мы хотели что-то такое сделать, но не успели. Мне кажется, ну, на следующий день рестораны, может, и сделаем. Ну, планируется, да? Следующие вот вопросы, два пришло. Известно ли вам о случаях отравления после того, как попробовали вкусности на ресторанном дне? Какие меры вы принимаете по отношению к таким вот хозяюшкам? Бывали ли случаи отравления, как соблюдают санитарные нормы, вас проверяет санэпиднадзор? Я понял. Дело в том, что… Ну, начнем с того, что я инициатор и куратор. Ресторанный день – это не какое там ООО с лицензией, которое отвечает за все, что происходит на ресторанном дне. Это праздник. То есть вот как вы выходите на пикник с друзьями, там, на какой-нибудь праздник, и точно так же вы уже у друзей не спрашиваете лицензии, точно так же и здесь. Люди выходят, выставляют, ну, то, что приготовили. От вас зависит. Вы можете попробовать, может… Да и друзей, по крайней мере, знаю. Знаю, куда потом бежать. А в этом и смысл. Вы раз и познакомились, это уже ваши новые друзья. Норма, кто-то снимает и вообще как-то… Ну, кто-то… Ну, понятно, что это все-таки, да, такой некий просто праздник для людей. Если что-то там негативное вдруг, там, не дай бог, произойдет, там, отравление какое-то, там, карамель, да, какой-нибудь плохо сделанный, ну, вот, например. Ну, мы же в правом государстве живем. То есть с одной и с другой стороны действуют какие-то юридические нормы, и все, ну, как бы, в планах этих. С организаторами вот идет разговор по поводу того, что, ну, вот, о соблюдении там санитарных… Ну, то есть это праздник, тут нельзя его как-то вогнать в такие нормы, чтобы там что-то такое соблюдалось, поэтому нет. Все на честном слове. Партизанщина, да. Как вообще вот соблюдать у участника? Ну, мне кажется, надо быть ответственным просто. Ну, у меня была санкнижка, мы одевали разовые перчатки, и все придавали огню. То есть, да, ребята все очень ответственные. Мне кажется, когда человек хочет чем-то поделиться, он не допустит такого, чтобы у тебя был пропавший какой-то продукт, ну, это просто недопустимо в мозгу у участников. Просто не было таких, ну, участников, которые как-то безответственно подходили к этому. А вот было так, что каких-то участников на следующий раз вот не приглашали, потому что как-то неплохо зарекомендовали себя на… Нет, тем более я и не могу кого-то там ограничить, если они, опять же, не коммерческий ресторан или какая-то политическая религиозная дверуха. Это же некоммерческое какое-то мероприятие. Ты выходишь и ждешь, чтобы тебе оставили чаевые. Поэтому ты, ну, должен делать что-то хорошо. Ну, как бы, вот ребята были, которые… На первый ресторанный день, например, был Илья с женой, и у них была очередь весь день. Они просто не могли посмотреть на других участников. Да. Подожди секунду, я закончу. А были другие ребята, которые… Ну, вот у ребят были две позиции, по-моему, лимонад и блинчики, да? И другие ребята были, которые кучу позиций наделали, и к ним народу особо много не подходило, потому что и концепт непонятный, и много еды, и они на следующий ресторанный день уже не стали участвовать. То есть, ну, как бы, это можно сказать, что рынок решает, хотя, на самом деле, это вроде как и не рынок еще. То есть, если людям… По сути потребления… Людям если нравится, они к тебе еще раз приходят. Не нравится, ну, чувак, изменишь что-то в себе, значит. А вот как выбирается продукт? Ну, вот на первый ресторанный день, понятно, что не было, да, каких-то таких… Да просто спонтанно. Я думал, что надо по-любому как-то поучаствовать, что-то надо сделать. И, ну, просто вот так вот выстрелила идея. Обычно вот мне писали девочки… Что-то необычное просто. Девочки, которые хотели принять участие в ресторанном дне, но два ресторана дня они пропустили и все никак не могли решиться. А в итоге… Просто что-то есть, вот у тебя какая-то идея такая кулинарная в голове, которую ты хочешь сильно поделиться, тебя прет, и в итоге ты решаешься и делаешь. И вот так происходит. Ну, все-таки, а вот на второй, третий уже как-то, ну, думали о том, что людям… Вот это нравится, значит, мы вот это будем продвигать. Блинчики, да, это как я понимаю? Ну, блинчики мы уже делали, мы решили что-то новое сделать. Мы затестировали опять же дома, позвали друзей, сделали новое блюдо, они сказали, что очень клево. Ну, мы говорили, ну, все, мы тогда будем на ресторан. Срез проводится, да? Да, очень хорошее тестирование. Хорошо. Раньше в школах проводилось что-то наподобие ресторанного дня, все приносили клюшки, орешки, но их продавали. А у вас планируется такая площадка, где кто-то печет и готовит в небольших объемах и только по праздникам могли бы реализовать свой продукт за деньги, а не просто так? Короче, видимо, переход ресторанного дня на некий, может быть, коммерческую историю. Ну, я понял. На самом деле это и есть ресторанный день, собственно. Вы приходите, можете по свободной цене поставить. Это когда человек пробует и решает, сколько он хочет заплатить, насколько оценивает ваш труд и вкусность, и ингредиент. Либо какие-то чаевые определить, написать, чтобы там, я потратил столько-то, например, на приготовление вот этого блюда, чтобы с дворода вернуть деньги. Либо просто бесплатно можно отдавать. А сколько участников ресторанного дня вот переродились вот в некий такой бизнес? Спойлер же маленький какой-то? Трудно сказать. Пока что вот такой заметный пример — это Ильяс кофе 3. Возможно, есть еще пару ребят, но я сейчас вспомнить не могу. На самом деле просто на первый ресторан день было где-то 15 точек, 10-15. Потом больше становилось. Вот сейчас официально где-то 20-20. На самом деле их было около пятидесяти. А вы сейчас вторые как по России? Да, мы больше на сколько сделали. Ну и Питер первый, и мы, получается, как вторые, наверное, если мир немного обогнать. Скорее всего, да. К чему я это говорил? К тому, что вот участников больше, и с каждым ресторанным днем будет появляться больше участников. Какое-то общение более грандиозное происходить. И больше проектов будет появляться как раз таки из ресторанного дня. То есть он будет вырастать. В Питере, например, от ресторанного дня отпочковались какие-то другие проекты, и стали происходить какие-то маркеты. Ну, на самом деле не загораем. Мне кажется, что в этом году тоже какие-то маркеты появятся по типу ресторанного дня. Именно такие… Ну, локальные, да. Еды. Еды, да? Да. А сами не хотите вот провести как куратор? Ну, я об этом и говорю, собственно. Да, да. Будет организован некий маркет уже… Ну, возможно. Будет называться не ресторанный день? Да, по-любому. Потому что ресторанный день предполагает, что там такой-то формат, и нельзя привлекать. Ну, то есть на коммерческих рельсах его ставить нельзя. Это движение, это праздник. А можно что-то отдельное, типа маркета? Вот как берем вот эту русскую точку на русском острове, просто меняем название и проявляем в другом месте. И как раз… Вот на самом деле были до этого такие примеры проектов, там, Мандарин Маркет, Creative Spot, ну, то есть как часть, фудкорп у них был на ярмарке. Собственно, ну, такие вещи происходят. Просто нужно больше их делать, и будет больше результата. А администрация города, не знаю, края как-то выходила? По крайней мере, хотя бы узнавала что-то, интересовалась, что это такое? Ну, все-таки тут молодежь, ну, достаточно активная молодежь, та, которая что-то делает. Мы пока вне поля зрения. Просто я пытался пару раз с ними контактировать, потому что хотелось бы… Вот на русском очень круто провели. Музей Арсенева проходит неплохо. Было бы здорово, если бы, например, где-нибудь на набережной спортивной или корабельной поставить тоже столы ребятам, помочь с электричеством, и, ну, там же поток большой, это сразу придало бы ускорение движению и празднику. Люди бы увидели, что вот такая штука замечательная проводится в городе, тоже стали бы принимать участие и вообще приходить на нее. Пока никаких разговоров не было, да? Нет. Ну, тут видишь, какое дело. В Кейстинге, например, там ребята, которые придумали ресторанный день, они получили награду от мэра, там, еще какие-то деньги, и все это было круто. А у нас, ну, как бы… Ну, и при этом там же, как бы, официальных каких-то контактов не может быть, потому что, опять же, как ты говорил, что СЭС и еще что-то. А это же праздник, ну, его нельзя в такие рамки заключить, поэтому тут сложно о чем-то говорить. Хочется награду за… Нет, нет, нет. Я говорю о том, что в рамках взаимодействия, если мы с городом сотрудничаем, то возникнут и у них вопросы по СЭС, по электричеству и по всему этому. Ну, во-первых, я не организатор, а куратор, и такие вопросы не могу решать, а во-вторых, собственно, во-первых, это главный вопрос. Хорошо. Какое блюдо, которое вы попробовали на этом празднике, запомнилось лично вам и чем? Ну, это как бы, да, наверное, вопрос. Мне запомнилось блюдо от наших соседей, потому что они стояли и говорят, давайте мы вас покормим обедом, а то вы не ели везде. И они нам сделали вегетариан… Мы с женой мясо едим, и они тоже как раз вегетарианскую кухню делали. И очень вкусные были салат с какими-то баклажанами, котлетами. Очень, короче, вкусно было. Вот это я запомнил. Я на самом деле помогал весь день ребятам что-то делать, поэтому не успевал даже пройтись и все толком посмотреть. То, что в конце оставалось, с ребятами ели, там, вафель какие-то были, еще что-то. Ну, я, единственное, успеваю подмечать, какие ребята регистрируются. Вот на первой ресторанной дни там вегетарианцев было много, сейчас кондитеров можно так назвать. Как вы считаете, национальная кухня, представленная во Владивостоке, китайская, японская, вьетнамская, близка к оригинальной или больше адаптирована ко вкусу российского потребителя? А вот ответьте, я тоже по этому поводу. У нас есть вообще вот та кухня, которая как оригинальная? Мне кажется, да, нужно просто китайцам оригинальным идти и спокойно проводить. Ну иноспортивная-то не оригинальная, но она вкусная, да? Ну вот если идти с человеком, кто говорит по-китайски, он заказывает по-китайски и просит сделать. Вот, чувак, сделай как дома, и он сделает. Вот так, да? А почему вот у нас адаптация такая идет? У нас люди не привыкли, ну понятно, что китайская какая-нибудь, там и на острове. Да, и мне кажется, все дело как раз таки вот в желудке, что, ну, человеку с непривычки будет сложно переварить такое. Про продукты, у нас есть хорошие продукты в городе Владивостоке, потому что, как разговаривал я, сказали, что это основная проблема, это хорошие продукты здесь найти. Ну, мы сейчас все заказываем продукты не российские, ну, большинство не российского происхождения. А здесь какие? Ну, вот мы сейчас вот буквально вчера нашли какое-то фермерское хозяйство, у них ООО, все, значит, все хорошо, с сертификатами, и вот мы сейчас думаем с ними связаться. Они делают, там у них есть петух, что-то еще, мясо какое-то, колбасы, вроде бы есть. Я, на самом деле, тоже давно об этом вопросе задумывался, и... Ну, грубо говоря, у нас, да, у нас рыбу везут с Норвегии, там, откуда угодно. Нет, те же помидоры, даже если не русские, ты берешь китайские, через три дня их уже есть нельзя. То есть, ну, и какие-нибудь французские повара тоже приезжают, говорят, что вообще, ребята, нужно что-то делать с этим. А что делать нужно? Ну, мне кажется, брать землю и выращивать. Какие-то фермерские проекты, типа, там, как в Москве, например, ну, точнее уже в России, лавка-лавка делает с фермерами. Ну, сейчас у нас прем-фермер. Да-да-да. Вот чем больше таких проектов будет, мне кажется, тем лучше. Правда, ну, вот сейчас они все единичные, поэтому дорогие. А как раз, когда их становится много, рынок расширяется, больше потребителей, они становятся дешевле. И при этом, ну, круто же, что ты органическую, полезную пищу какую-то получаешь, а при этом за нормальные деньги. А что покупаете за рубежом? Какие вот продукты? Рыба, опять же, креветки, морепродукты. Все зарубежное. Все зарубежное, да. Даже мясо тоже зарубежное. А вот почему? У нас здесь вообще нет выбора никакой? И качество совершенно прямо ужасное? Да нет, вот же есть прем-ферма, надо просто найти все-таки и задуматься об этом. Поискать местный рынок, да. Просто мало кто сильно запаривается на этот счет. Когда вот появляются такие молодые агрессивные, начинают что-то делать, все вдруг вспоминают, что ребята действительно нужно делать. То те же, например, ну просто перейду немножко в другую сферу разговор на секунду. Торговые центры есть, например, которые привыкли каждый год спокойно получать какие-то деньги и не парятся. Появляется какой-то новый торговый центр и он какие-то мероприятия, типа там ночь скидок проводит и рынок вдруг оживает, потому что видят, что они там вперед уходят и могут ребята потерять свой рынок и начинают какие-то мероприятия проводить. Точно так же и в любой нише рынка, то есть там рестораны, не знаю, любой бизнес, они видят, что что-то появляется и начинают тоже как-то суетиться и что-то делать. Но рестораны вообще они видят в ресторанном дне какую-то угрозу? Мне кажется, они только сейчас заметили нас, не знаю, мне кажется. Они что, они смотрят на вас как на тех людей, которые зададут рынку какую-то новую волну, либо как те вот, ага, они посягают на нашу вот кусок. Кстати, да, я общался, например, с ребятами, которые кофейным бизнесом занимаются, они кофе крутой приводят и кофемашины и при этом с владельцем одного кафе. Они все очень за ресторанный день, потому что как раз таки, во-первых, мы выводим людей из дома на улицу и куда-то там общаться, да, это круто. А во-вторых, действительно появляются какие-то проекты, ну и все за конкуренцию живую, потому что больше чего-то интересного появляется и ты сам можешь для себя увидеть что-то крутое, чем-то еще новым заманить клиента, например. Но вот кто-то приходил из хозяев ресторанов, товаров каких-то вот на ресторанный день? Да, 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 звонили даже, ну они на лекции на самом деле все шли. И мне кажется, да, да, и вот как раз таки президент Ассоциация Тельверов и Рестораторов, правильно я говорю? Роман Иванищев, правильно? По-моему, да. На ресторанах я даже попробовал, что ты говоришь, что да, вкусные ребята, продолжайте делать, это очень здорово. Хорошо. Чего не хватает ресторанов и Владивостока? И какие новые форматы заведения общепита появились на Западе или Азии, что могло бы понравиться приморцам? Вот чего хочется вот такого сделать? Чего у нас не хватает? У нас не хватает, на мой взгляд, вегетарианских каких-то кафе. У нас есть одно, нужно больше, мне кажется, за этим как раз будущее и мы вполне видим это будущее. Ну да, и на самом деле, вегетарианские готовить нужно как бы уметь, чтобы это было вкусно даже тем, кто не ест мясо. Потому что сейчас как-то очень осторожно, вот у нас соседи стояли вегетарианские, которые готовили на ресторанный день. Как-то люди к ним осторожно относились, что там нет мяса, мы к ним не пойдем, они даже не хотели что-то попробовать. Ну я слышал такие разговоры как бы, но на самом деле это очень вкусно и просто надо как-то донести. Ну мне кажется, вот пройдет некоторое время и новая волна будет вегетарианские. Ну как в Питере, в Москве, в принципе. И еще, мне кажется, вот даже если смотреть не на Запад, а на Запад России, то там много семейных каких-то заведений появляется. Ну и у нас, правда, единичный случай, мне кажется, как раз таки это тоже тренд. То есть вегетарианцы, семейные какие-то штуки, что-то еще, вот. Но это для нашей культуры, для нашей Владивостовской, для такой немножко сумбурно, разве подойдут эти семейные места? Конечно, все живут. Ну вот, обзавелся молодой человек женой, появились дети. Куда ему идти с детьми? Собственно, вот как раз таки живая ниша для бизнесменов. Вот, кафе это такое семейное, да, кафе? Да, у нас приходят в основном все семейные люди с детьми. Ну и молодежь тоже, конечно. Находитесь где? На Заре. Дизайн-фабрика Заря. Это что-то такая реклама. Да, да. Хотя бы, да. Так, какие документы должны представить участники, ведь кафе должны быть люди с медкнижкой? Кто-нибудь что-нибудь спрашивает? Как куратору, к инициатору? Я же говорю, это то есть как праздник, а не там… Это праздник, но он же может превратиться не в праздник. Ну, придет какой-нибудь человек… Во всем мире таких случаев не было, поэтому не вижу ничего такого. Просто мы тут даже делали прямо-медиа, покупали салаты в различных супермаркетах в городе Лобивостопе. Там как раз-таки нужно спрашивать какие-то лицензии, потому что люди пытаются навариться. А тут как раз-таки люди с добротой. А какую-то продукцию можно запретить там? Ну, я не знаю, какие-нибудь роллы с рыбой сырой, наверное же нельзя все-таки. Мне кажется, человек, когда летом будет, через ресторан в день, вряд ли он начнет делать роллы с сырой рыбой. Потому что, опять же, ты даришь свой продукт людям. Ты, как бы, не настолько ты на деньги нацелен, а на какой-то… Да, деньги вообще, на самом деле, на самом последнем. На какую-то радость, уважение, да. Вот сколько денег нам нужно, такой стартовый капитал, да, чтобы поучаствовать в ресторанах. Ну, понятно, что это от возраста продукта, ну, примерно. Вот чтобы так вот подарить свою радость, ну, как бы, и не прогореть. Ну, я могу на своем примере рассказать. Лимонад и блинчики. Лимонад мы купили, там, два килограмма лимонов. Мы купили их на две тысячи рублей где-то примерно. И блинчики замесили тесто тоже на две тысячи рублей. Ну, в среднем четыре тысячи рублей. Стол я там сделал сам, барную стойку как-то тоже сам все сделал. Просто, когда тебе это интересно, и ты начинаешь все делать сам. Конечно, у нас кончились эти лимоны, но у нас нам же уже люди отдавали чивы, мы поехали еще купили лимоны. Или другой пример. Девочка брауни делала, она тоже там тысячи-полторы потратила, ну, шоколад делала, то есть по сути. И, ну, и раза в два добила свои деньги спокойно. Она никаких цен, ничего не стало, люди подходили, кидали просто, и получилось так. А вы в первый день заработали больше, да, получается, чем потратили? Ну да, да. Ну, мы где-то заработали тысячи, три-четыре, может и пять. Не знаю, мы их особо не считали. Где планируется, если планируется, ну, как это будет, да, ресторан день четвертый уже, и какие проблемы вот возникают при организации его, при сборе людей при выборе места? Ну, 17 мая, во-первых, он будет, по всему городу. Но площадки какие-то крупные. Вот ребятам… Тысячи точек. Что? Тысячи точек, да? Ну, я надеюсь, ну, и не думаю, что получится. Тысяча на данный момент. Ребята, которые на кампусе делали, им понравилось, они хотят набережную на кампусе сделать. Плюс я хочу… Ну, то есть, вот там большая площадка уже появилась, как я рассчитывал, что студенты там будут делать и предлагать ресторан день сами. В городе тоже должно быть это. Потому что там, опять же, пропуска, ехать на кампус… Ну, вроде как, говорят, что набережная все-таки будет набережной, сколько я понимаю, передали городу Владивостоку. А на набережной, по идее, не должны брать пропуска. Хотя… Не знаю. Ну, короче, смысл в том, что… У вас таких где это будет в городе или на материке где это будет? Нужно следить за картой и за пабликом ВКонтакте, ресторанного дня. То есть, там точки постоянно появляются, если видите, в основном это в центре происходит. Ну, то есть, сквер возле музея Арсеньева на Петра Великого, там уже, можно сказать, традиционно проводится. Я бы хотел еще ближе куда-то к набережной, спортивной или к корабельной вывести, ну, в плане площадок. А точки сами по себе вот в центре происходят и дальше по городу разрушаются. А вот участвовали ли от каких-то кафе, ресторанов повара, вот лично, как повар, как человек, не… Как от ресторанов? Я понял, да. То есть, во-первых, на карте ресторанного дня зарегистрировалось несколько коммерческих точек, и я им сказал… Ну, то есть, мы их удалили, я с Финляндией связывался с карт. И они меня попросили объяснить вот ребятам, что на самом деле, ну, мы не запрещаем, вы просто как лично, как частное лицо можете выступать. И были действительно ребята, которые работали в ресторанном бизнесе, там, поварами, и они сами что-то готовили, никак не связано со своей работой. И вот в таком виде выступали. Что бы хотелось увидеть на ресторанном дне вот на четвертом? Я еще не сказал, что сложные. Собственно, сложно как раз-таки продвигать, чтобы как можно больше людей узнало об этом и стали участвовать. Ну, кто-то очень хочет, но как-то не решается, и постоянно кого-то там нужно поддвигать вперед. Но в итоге они решаются и участвуют. Хотелось бы, чтобы… Ну, вот у нас где-то по 5 точек плюс прирастает. Хотелось бы, чтобы количество увеличилось участников, потому что, например, в Дании ресторанный день там холодно постоянно, скажем так. И это проходит как действительно праздник, и люди в другую группу просто в гости ходят. То есть размещают где-то в социальной сети объявления о том, что у них точка будет, телефон, типа записывайте, сколько будет, чтобы рассчитать блюд. И так происходит это все. В аудиостойке тоже такие случаи были. Мне бы хотелось, чтобы, если кто-то не решается идти на площадку, чтобы им не было страшно одному, или сами не хотят, чтобы хотя бы домой там, не знаю, звали и общались, дружились и что-то делали. И хотелось бы, чтобы СМИ уже, ну, на самом деле, они стали понимать, что такое ресторанный день, и вроде как освещать получше. Хотелось бы, чтобы еще больше было освещения. А как освещают в данный момент? В плане… Ну, приходят на ресторанный день, снимают. Вы бы здорово, если они заранее еще… Ну, то есть, когда там уже известно, что ресторанный день в такое-то число будет, чтобы анонсировали, что в прошлый раз такое было, и давайте участвовать. Было бы здорово, даже если при редакции СМИ сами у себя там ресторанный день проводили, потому что, ну, это как раз в концепте. Была парикмахерская и в Финляндии, и здесь я также ребятам предлагал фирме, чтобы они ресторанный день себе проводили. То есть вроде как парикмахерская, но на один день они могут там кофе с рыбочкой какую-то делать. И им хорошо, и старанный день предлагают, и люди как-то общаются опять же, ходят, гуляют куда-то. Вот. Часто на ресторанах дни вот делают то, что видишь невкусно. Вот выходит, пробует все, ну, невкусно. Мне кажется, нет. Ну, то есть, они же сами пробуют и просто не… Ну, я понимаю, ну, кто-то готовился вот два дня, вот решил вот там за день сделать что-то, как вот там, не знаю, бабушка пекла. Ну, а вот не получилось. Не знаю, не видел. На первом ресторане, может, такое могло быть, а потом уже такого не было. Ну, вот люди ни на что вот реагируют? На визуальную составляющую вот продукта, да, еды, либо все-таки на вкус? Вот на что? Мне кажется, сначала на визуальную, а потом на вкус. Если им понравится, они придут еще раз. Ну, в первую очередь, мне кажется, визуально надо как-то привыкнуть людей. Мне кажется, да, как везде тут. То есть, сначала ты визуально продаешь свой продукт, а потом уже люди пробуют, им тоже нравится. А потом начинается какое-то общение и постпродажа, не знаю, назовем это так. Ну, участники, да, они уже сразу делают какую-то, не знаю, себе водопитчик, да, какой-то концерт разрабатывать? Да, концерт. Как получилось у вас разрабатывать? У нас получилось. Мы съездили на какую-то строительную базу, взяли пять палетов, положили их друг на друга на нее столешницу, туда приклеили какую-то деревянную штуку. Ну, чтобы было, как в Таиланде. Повесили на эту штуку бананы, чтобы свисали. На деревьях у нас бананы свисали. Ну, и мы брали, отрезали и добавляли в блин. Ну, вот так просто надо что-то оформлять. Это все-таки праздник, чтобы было интересно. Люди ответственно подходят? Такое оформление, собственно, к ним? Ну, большинство, да. То есть какой-то логотипчик придумывают, опять же, знак рестарного дня, тогда фигачит. Просто можно бумажку распечатать, повесить. И уже понятно, что это вот участник рестарного дня. И все отлично. Какое-то интересное просто название достаточно придумать. Там описание того, что вы делаете, и все, и меню. А вот не хотелось бы, да, чтобы это как-то приносило деньги, но не только, да, участникам, но и организаторам, инициаторам, чтобы это можно было делать, ну, может, не для личных, да, но чтобы это можно было вкладывать в развитие его, развитие каких-то там штук. Дело в том, что это ресторанный день, и по его концепту, как раз-таки такие штуки все запрещены. Вот можно назвать это не ресторанный день, а там, не знаю, сладкий уикенд. И тогда уже можно что хочешь делать. А ресторанный день – это праздник и движение. Это, ну, не мероприятие, куда можно там деньги как-то на это зарабатывать. Ну, просто, как правило, если уходит человек, которому это было интересно, которое заводило, да, все это благополучно затухает, исходит на место. Ну, в этом и смысл, чтобы как можно больше людей участвовало. То есть все сразу понимают, что вот такой-то день тогда-то будет, и мы все знаем, что в этот день будет происходить, и можем приготовиться и пойти туда или сами приготовить и сделать это. Где искать информацию? На официальном сайте есть даже мобильное приложение, там, restaurantday.org по-английски. Можно, на самом деле, в интернете просто загуглить ресторанный день и сразу кучу информации выдаст. Если добавить Владивосток, то сразу кучу информации про Владивостокский ресторанный день всплывает. Например, есть паблик в ВКонтакте, где мы все это освещаем. И вот, регистрация происходит на официальной карте все равно дня, и при этом мы в группе как-то это освещаем и помогаем ребятам. А пригласить кого-нибудь, там, участников из Китая, Японии, Кореи, мысль была? Как у нас, там, многие делатели пригласят, допустим, на Суэфенхай и называют сразу международный, допустим. Ну, ресторанный день и так международный с самого начала. Ну, уже об этом спрашиваем, на самом деле, наверное, стоит что-то такое придумать для какой-нибудь площадки в рамках ресторанного дня. В завершении, что бы вы, как инициатор и куратор, пожелали участникам в будущем, в настоящем? В будущем и настоящем, чтобы их проекты были еще более интересными, они росли, развивались и приносили доход, если это становится коммерческим проектом. Ну, на самом деле, хотелось бы, чтобы просто больше людей участвовали в ресторанном дне и делились своими, не знаю, вкусными рецептами, впечатлениями, опытом и просто настроением в какой-то день вот этот. Четыре раза. По-моему, неплохая история, чтобы четыре раза в год встретиться и пообщаться, завести новые знакомства какие-то, при этом еще вкусно поесть где-то с друзьями. А вот, Илья, что бы ты хотел сказать как участнику? Я бы хотел посоветовать, наверное, не бояться, а все же решиться и что-то сделать. Ну, не просто что-то, а что-то интересное. Разработать какую-нибудь уникальную рецептуру, что-нибудь попробовать. Ну, надо заранее готовиться, нельзя все-таки за три дня готовиться. Надо приготовить, дать попробовать кому-то. Если они оценят это, тогда вы можете выходить с этим на ресторанный день. И побольше оформлять красивых, побольше оформления. Креатива. Это все-таки праздник, не надо ограничиваться просто столом, что-нибудь сделать. При этом не стоит бояться того, что что-то может не получиться. Главное поучаствовать, там уже видно будет и люди разберутся. Безусловно. У нас в гостях был Александр Бережной, Илья Колесниченко, инициатор, куратор и участник, собственно, ресторанного дня в Владивостоке. Спасибо большое. Ну, будем иметь в виду, зовите 19 мая. А вы участвуете. Ну, я поесть люблю. Ну, поучаствую, наверное, тоже. Все, спасибо большое, увидимся, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok